Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Доброе утречко, уважаемые любители рок-музыки! И вот стоял я вот здесь, прямо перед вами, перед вашими ясными очами, ровно год назад, и сзади меня начиналось строительство нашей репетиционной базы. А хейтеры смеялись надо мной и говорили, а ты никогда в жизни ничего не построишь, ты брешишь, ничего у тебя не будет и никогда ты музыкантом не станешь. Ребята, а вот прошел годик, мы, конечно, планировали построить ее за полгода, но, вы же понимаете, коронавирус внес свои коррективы. То мы болели, то строители болели, поэтому растянулась на год, но все-таки добили. Вот она сзади, красавица, а будет она называться дворцом рок-н-ролла Вала Щука С.Д. Поэтому сейчас сделаем обзорную экскурсию. Буду радовать вас скоро, живыми концертами из этой базы репетиционной, для начала, а потом уже выйдем на сцену. Пойдемте, посмотрим, как она получилась. Погнали! И вот мы зашли в святая святых. И на входе всех любителей рок-н-ролла встречает знаменитая гитара Вала Щука С.Д. Щука! Вот она, Щучка, видите? Вот они, рыбьи кости, трофеи, звезды, сбитые летчики. Идем дальше. А тут сразу же комната отдыха для артистов. Заходите. Заходите. Ну, пока все еще сыровато, телевизор пока лежит вот здесь. Скоро он будет висеть на стенке. Все тут сделано, все будет. Тут же и будет и холодильничек, микроволновка, телевизор, кондиционер, все есть. Так что вот тут они будут передыхать после тяжелейших репетиций. Потому что вы знаете, что Вала Щука С.Д. не посачкуешь. Будем отрабатывать до деталей, до мельчайших. Пошли дальше. Здесь обеспечение теплом, энергией и воздухом. Потому что вы же знаете, без воздуха нельзя. Воздух. Понимаете? Вот человеку почему-то нужен воздух. Вы знаете, вот ему еда нужна и воздух. Без воздуха он жить не может. Поэтому для того, чтобы здесь было комфортно, здесь сделана серьезная вентиляционная установка с остужением воздуха, с охлаждением. Ну и газовые все эти приколы. Тут все, все тут. Здесь заветная кладовочка. Заветная кладовочка, потому что, вы же знаете, у музыкантов всегда всякая, всячины масса, которую нужно где-то складывать. Серверная, вот тут она у нас здесь находится. Одновременно и пожарная сигнализация, и система видеонаблюдения. Ну все как положено. Потому что, вы же знаете, мир прекрасен. И очень много прекрасных людей в этом мире, которые хотят захапать чужой. Поэтому тут здесь тема видеонаблюдения, сигнализации, вызова ментов. Все как положено тут сделано. А тут вас встречает вторая гитарка. Моя первая ипостась, вы уже поняли, да? Я рок-звезда, поэтому вас встретила гитара щука. А это моя вторая ипостась. Я ж клоун. Уважаемые любители рок-музык. Я ж клоун по призванию. Поэтому эту гитару я заказал на фильме «Вариор». Она сделана в единственном экземпляре в мире. И называется она «Клоун». Вот она, рыбка-клоун. Расцветка клоуна. И сзади на грифе написано «Гитара-клоун номер один». Пока она номер один. Скоро будут подражать, знаю. От этого никуда не уйти. Знаете, как Заку Уайлду Кружочками подражает. Выпускают, например, гитар куча. Скоро вот такие будут. Время придет. А здесь, если вот пришли на репетиции, а вдруг хочется сильно сюда. Или ты вспотел, вспотел. Ты так работал, что вспотел. Поэтому здесь можно интенсивно поработать над собой. Помыться, попысять. Помыть руки потом. Все как положено. Все есть. Теперь мы идем с вами в сердцевину, в сердце, в мозг репетиционной базы. Одновременно студии звукозаписи. Заходите, это режиссерская. Она пока еще не приведена в порядок. Этим будем заниматься прямо на этой неделе. Приводить, звук отстраивать. Но здесь, если вы обратили внимание, звук поглощается полностью. Хорошие Ямашки, НС-ки, знаменитые. Берегли, не трогали. А их не упускают больше. Если вы знаете, да? Звук они не искажают абсолютно. Здесь все будет заведено на компьютеры. Эти звуковые платы. Все тут сделано. Здесь же пульты освещения. Все как положено. Ну и повторюсь, здесь звук глушится. Здесь искажения звука нет. Режиссер четко будет знать все искажения звука. Все звучание. Как оно реально звучит. Ну а здесь, уважаемые представители радиостанции, телевидения и журналистики. Это диванчик я сделал для вас. Вот когда мы будем там давать стримы, а вы будете приезжать брать у меня интервью, чтобы вам было удобно сидеть. Он такой, знаете, 2,20 в длину. Здесь даже вздремнуть можно. Но не нужно. Когда играет волосюк СД, все должны быть собраны и ловить каждый звук. И каждое слово. Ну что, готовы? Пойдем. О, вот она красавица. Звук гасится четко. Здесь сверху риллинги все сделаны. Подвешивать освещение, когда мы будем давать здесь отсюда живые концерты. Сейчас они не нужны для репетиций. Ну и собран аппарат весь, который у нас есть. Будем потом докупать. Здесь многие вещи, но кто-то скажет, да, вот есть лучше. Да, конечно, есть лучше. Есть попрофессиональнее. Но со временем. На все же денег не хватает. Денег же всегда не хватает людям. Сколько-то ему не дай. Поэтому пока то, что есть. Микрофончики хорошие. Узнаете, да? Шуры 57. Родные. Хорошенькие. Ну а это детские развлечения. У меня же все дети в школах учились. Поэтому я им каждому покупал какой-то усилитель. Там брончали какие-то педали. Все это, конечно, устарело. Наверное. Но использовать можно. Видите, вот педалборды тут всякие. Все есть. Все-все-все четко. Пригодится. Будем в качестве мониторов использовать. Хотя у нас все будет идти из портала на музыкантов. Мы специально их там поставили, чтобы мы слышали. Это тоже старый пульт. Мы его использовать практически не будем. Потому что все будет заводиться в компьютер напрямую. Но тем не менее. Сейчас заведено все сюда в пульт. Но музыканты знают, что он все равно допускает искажения. Поэтому будут идти напрямую. Прямо в звуковые платы. Туда все будут идти. Все шнуры полностью. Тут вот у нас опять-таки два синта и электропианинка. Уважаемые любители рок-музыки. А я вот сижу возле клавиш. Ну из меня клавишник вы знаете какой. Очень серьезный клавишник. И поэтому я вспоминаю, знаете что? Где-то 79-й или 80-й год. А был такой фестиваль. Он наверное и сейчас есть. В Польше. Сопот. И вот в Сопоте проходил фестиваль. В 79-м. И занял первое место польский музыкант Чеслав Немен. Если кто-то помнит или знает его. Потрясающий музыкант. А он садился. И вокруг него были клавиши. И он пел. Ну группа подыгрывала. Он пел. И у него было такое поведение. Знаете вот такого человека. Я его сейчас сэмитирую. Знаете он такой. Такой играет. Играет. Потом так посмотрит. Туда так. И опять. Потом раз. На этой клавише смотрит. Как будто размышляет. Что ж на них там. На этих. И опять. Не поет в это время. А волосы такие длинные. Знаете. Тогда модно было. Чтобы волосы были длинные. Ровные. Рокерские. Потом так. Такой не спеша. Знаете. Такой. И да. Сюда. Меня тогда это так впечатлило. Я честно. Я запомнил музыкант. Он классный. Реально. Песня была такая сделана. Победителем стал. Этого. Конкурса. В том году. Великолепно. А кто мне еще нравится из польских музыкантов? А мне много кто нравится из польских музыкантов. Хотя они русофобы. Но музыканты у них прекрасные. Меня первые кто там понравился. Не Чеслов Немен. А рок-группа Смак. Назарет польский. А потом. И когда я услышал. Леди Панк. Ну классно. Она и не сейчас классную музыку делает. Знаете. Уже мужики такие. Знаете. С моего возраста. Ну. Вот такая музыка. Хорошая. Ну и конечно же. Бегемот. Знаменитый польский. На который мы взяли билеты. Но. Коронавирус их там задержал в Польше. Но надеюсь, что приедут. Поэтому. Будем смотреть. И слушать. И докладывать вам. Как поляки играют. Ну вот Чеслов Немен. Ну так вот. Не спеша. По-наркомански. Замедленно. Ну барабаны играть. Знаменитые. Там написано. Волощок СД. Но. Либо будем вырезать дырочку. Видите. Либо вот эту фиговину будем ставить. Потому что. Хотим. Внутренний туда динамик положить. Туда внутрь. Знаете. Он лучше тогда ловит звук. Обеспечивает. Он такой тяжеленький. Вот он тут. Пока ведь вот это. Ну. Озвучка барабана уже выставлена. Везде. Видите. Ну это моя старая. Пуджигенчик. Хороший. Между прочим. Хороший. Звучит вот так. Японец. Ну и. Это под бас. Это. Басмен знаменитый. Если кто помнит. Но раньше был такой продольный. Помню. Знаменитый басмен. Я даже за него как-то заплатил. Из Америки должны были мне привезти басмен. Тот еще. Знаменитый. Но к сожалению. С этими вот. Дефолтами всякими. Так он и застрял где-то в пути. Поэтому взяли этот басмен. Ну а там под гитары. Вот этот. Ну еще что-то будет докуплено под другую гитару. Потому что мы будем работать две гитары. Бас. Клавиши и барабаны. Поэтому тут под одну гитару маршал. Под бас. Этот басмен. У меня же вся жизнь впереди. Мне уже некогда. Мне надо быстро выходить на сцену. На большую. Но. Это еще не все. Сейчас мы пойдем покажем вам. Вместо отдыха еще одно. Пойдемте. Ну вот. Первый этаж осмотрели. Основной этаж. А теперь пойдемте посмотрим мини-гостиницу. Для будущих музыкантов. Вдруг мы не найдем музыкантов московских. А мы задумали. Что если не найдем. Тогда будем приглашать людей с любой точки страны. Главное, чтобы играл хорошо. И даже мы готовы брать людей из Беларуси, из Украины, из других стран. А вдруг Джо Сатриани согласится. А ему тут. Уважение и почет. Отдельная комнатка. Пойдемте. Уважаемые любители рок-музыки. А видите, какая прекрасная получилась здесь стена. Прям полотно для живописи. И это так и будет. Поэтому здесь мы хотим сделать граффити. Красивый и оригинальный. Я объявляю конкурс по выбору хороших художников граффити. Чтобы они нам здесь сделали рокерское какое-нибудь полотно. Графическое. Жду предложений. Тут есть где развернуться. Ну согласитесь. А вот это знаменитая лестница. Туда. Лестница в небо. В гостиницу. В мини-гостиницу. Но. Перед тем, как мы туда поднимемся. Я покажу, что мы сделали для того, чтобы можно было и летом отдохнуть. Посидеть. Порассуждать о перспективах развития рок-музыки. Поэтому здесь сделан такой небольшой уголок. Где можно присесть за столик музыкантом. Посидеть. Попить чайку. Сюда же вывели горячую холодную воду. Здесь можно что-то приготовить будет. Шашлычок тут где-то забацать. А? Как вы смотрите на такое дело? Что я всегда лично проверяю. А удобно ли тут будет людям? Волощук и СД всегда заботятся о своих сотрудниках. А участники рок-группы Волощук и СД это же мои подчиненные. Это сотрудники. Я же руководитель группы. Я же руководитель оркестра. Помните, я все время говорил, что я как Оззи Осборн. Он-то играть толком не умеет. Но у него есть Зак Уалд и другие музыканты, которые играют очень хорошо. И поэтому самое главное уметь их организовать. И вдохновить на написание прекрасных партий. Я напомню, Оззи Осборн Зака Уалда на улице увидел. Он играл там бренчал, как на Арбате вот у бренчат. Он послушал, сказал, мальчик, у тебя большие перспективы. А не хочешь ли ты поиграть с Оззи Осборном? Мальчик сказал, да не может такого быть. Оказалось, может. Он из него сделал великого Зака Уайлда. Я из людей сделаю. Русских Заков Уайлдом. Меня там обвиняют, что я играть не умею. Да, я играть умею хорошо. Но не так, как Зак Уайлд. И мне учиться поздно. А вот великих гитаристов я могу сделать. Потому что я люблю рок-музыку. И знаю, как создавать шедевры. Ну вот. Конечно, высоковато. Ну а что делать? Зато враги не достанут. Все освещено, видите, красивыми светильничками. Чтобы не споткнуться. И наверху мы устроили такую площадочку. Чтобы там можно было спокойно перекурить. Безопасно. Не свалиться вниз. И посмотреть на окрестности. На соседей. Видите, какая красота. А строители же не опытные. Они же не знали, что у вас еще КСД строительный эксперт. И поэтому сначала сделали низкий бордюрчик. А я говорю, а нет, это не пойдет дело. Потому что музыканты люди горячие. Выйдут покурить и упадет. Заставили поднять. Видите, высоко. Теперь можно спокойненько тут стоять. И перекуривать. Ну и кто курит? Я тут 20 лет не курю. Ну а тем, кто уже понимает вред курения. То тем зато здесь можно хорошо подышать. Потому что здесь, знаете, деревней пахнет. Петухи поют. Навозом пахнет. Ну красота, а? Настоящий воздух. Просторы. Дышать хочется. И жить. Вот это самое главное. Чтобы человеку хотелось жить. Поэтому музыканты будут выходить сюда. Смотреть на эти просторы. Дышать полной грудью. Навозом. Свежим воздухом. Дымком. От шашлыков. И от печных труб. И радоваться жизни. Набираться энергии. И набираться фантазии. И вдохновения. Ну все. Пойдемте. Прошу. Вот. Придбанничек. Придбанничек. Зеркальце. А? Зеркальце. Ну чтобы. Прийти и посмотреть. Какой же я красавец. Ну или музыкант. Завидит. Вот я хорош. Я хорош. 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 Ну вот. Понятно. Все тут. Для обуви. Для одежды. Так что видите. Все есть. Все. Тут можно повесить. Верхнюю одежду. Здесь. Что-то положить. Туда. И. Конечно же. Раздеться. Проверю. Испытаю. Я еще тут ни разу не раздевался. Сам. Я должен все проверить. Вы знаете. Вот однажды. Мы поменяли офис. Так прежде чем сотрудников перевозить. Вообще. Прежде чем этот офис арендовать. Я сначала испытал все пути. Проверил все лично. На метро проехался. Сколько от этого метро. Сколько от того. На ком автобусе. Вот и здесь. Проверил. Хорошо. Вешается. Хорошо. Висит. Аккуратненько. Все нормально. Идем теперь туда. Внутрь. Но. Тут все для безопасности. Все автоматы выключены. Включить надо. Чтобы вам было виднее. Погнали. Проверять. Все тут порядки. Редит. Вот. Вот он. Променад. Знаменитый. С пятью спальнями. И двумя санузлами. Из кухни. Давайте начнем. Вот. Для каждого музыканта предусмотрена вот такая вот небольшая спаленка. С полутораспальной кроватью. С тумбочкой. С зеркалом. Со шкафами. И вешалками. Вот. Ну и конечно же предусмотрен рабочий стол. Стул. И проведены сюда полностью интернет. Все розетки. Все сделано. И. Если вы обратили внимание. Кондиционирование. И вентиляция здесь обеспечены. Воздуха достаточно. И. Прекрасный вид. На соседский участок. А там живет староста деревни. Будет следить за ними. Чтобы не баловались. Пойдемте. Но. Они однотипные. Если вы поняли. Спаленки. Все в том же ключе. Вешалки. Раздевалки. Шкафы. Стол. Кресло. Все есть. Тумбочка. Полутораспальная кровать. Чтобы уже раскинуться. Чтобы. Вы знаете. Чтобы отдыхать. Так что. Оно все. Однотипненько. Но. Чтобы было не обидно. Чтобы всем было не обидно. Что одинаковые комнаты. Видите. Вот. Вот. Но. Эта комната. Видите. Чуть побольше. Это для тех. Кто чуть потолще. Это мы специально. Предусмотрели. Потому что. Не все такие. Худые. Как волчук. СД. Есть крупные ребята. Чуть побольше. А это. Знаменитые. Санузлы. И здесь. Для любителей чистоты. Предусмотрена. Стиральная машина. Ну. И душ. Конечно. Это понятно. Без душа. Никуда. Любителям чистоты. А музыканты. Я знаю. Что они чисто плотные ребята. Все. В 60-е годы. Это были. Хипари. Всякие. Там. Не мылись. Не чесались. Хотели. На земле спали. Прям. На всяких. Вудстоках. А так. Вообще. Рокер. Он должен быть чистым. Априлятным. Чтобы музыка была чистая. Идем дальше. Еще один. Ну. Чтобы очереди не было. Все-таки 5 человек будут. Все. То же самое. Красота. Еще одна спаленка. Для худых. И еще одна. Потому что мы не собираемся экономить на живом звуке. У нас будет полноценный коллектив. Две гитары. Бас. Клавиши. Барабаны. И конечно же вокал. Волощука. Сдэ. Потому что это главное. В нашей группе вокал. Волощука. Сдэ. Но. В случае чего. Будем еще девчонок на подпетке брать. Ну. Чтобы веселей было. С длинными ногами. Чтобы красавицы. Помните. Когда я первый раз увидел Джо Кокера. А его показали в передаче Международная панорама. И там был раздел их нравы. Его показали с осуждением. И он пел свою знаменитую песню. Которую потом вставили в 9 с половиной недели. И сзади него негритянки танцевали. В таких коротких юбках. Такие бюсты. Вырезы. Я когда услышал. Я просто. Честно вам скажу. Я фонарел. Да чего ж. Красивая музыка. Думаю. Вот это нравы. Нам бы такую музыку. Ну песня потрясающая. Вот это вот. Джо Кокера. Знаменитый класс. Идемте. А вот. Святая святых. Потому что вы же знаете. Что для любого человека. Поесть. Как и для любого животного. Это самое главное. Все думают. Нет. Секс самое главное. Нет. Ребята. Нет. Самое главное. Пожрать вкусно. Поэтому. Животные. Этому подчинена вся их жизнь. Поиск еды. Это занятый целыми днями. Люди чуть-чуть продвинулись вперед. У них начали идеи появляться. Они уже чем-то другие начинают увлекаться. Вот. К примеру. Рок-н-роллом. Основная масса населения земного шара. Занята только поисками добычи еды. Ну это так получается. Поэтому здесь мы создали такое пространство. Где можно вкусно приготовить. Поесть. Вода приведена. Есть духовочка. Для любителей испечь пирожные. Или тортик. Вот тут. Приду смотрим. А я уверен, что у нас музыканты будут такие, что будут торты. Тут печь всякие пирожки. И угощать Волчука СД. Вот столик. Чтобы не теснились. Чтобы места хватило. А здесь вот эта плазмочка будет висеть. Чтобы в часы досуга смотреть новости. А там Волчук СД выступает с трибуны ООН. И говорит. Русский рок. Самый лучший в мире. Холодильник. Вот говорил им. Ну перевесьте дверь. Чтобы в другую сторону открывалась. Не послушались. Заставлю. Вот тут она должна открываться. Тут возможно сесть в любую сторону. Сделать. Перевесить двери. Ну вот такая вот кухня. Тут можно хоть в карты резаться. Хоть готовить. Хоть телевизор смотреть. Хоть просто сидеть и общаться. Ну вот. Вкратце вам все рассказал. Всем привет. Rock'n'roll forever. Я бы вот так вот сказал. Уважаемые любители рок-музыки. Ну вот, уважаемые любители рок-музыки. Экскурсия по репетиционной базе. И мини-гостиница устроена. Мы готовы к приему гостей. И музыкантов. И хочу обратиться к уважаемым мною хейтерам. И фомам неверующим. Вы думали, что я шучу? Что когда я говорил, что я строю эту репетиционную базу. Не, ребята. Я не шучу. Волощук СД пришел в русскую рок-музыку всерьез. И надолго. И поэтому мне съемные, арендованные базы репетиционные не нужны. Когда приходишь туда, а там нужно перенастраивать каждый раз. Что-то поломато, что-то разбилось. Там предыдущие музыканты понапевались. Задержали репетицию. Не, мне это не нужно. Мне нужно работать стабильно и постоянно. Поэтому вот такая вот репетиционная база. Поэтому до скорых встреч в эфире. Следующий репортаж будет уже с репетиции. До свидания, уважаемые любители рок-музыки. Субтитры создавал DimaTorzok